добрый день страна с вами юрий бажан и сегодня мы с вами поменяем ножи на кукурузе вот мой фуганок белмаш 1900 арха то есть он у меня уже четыре с половиной года может чуть побольше может 48 например и самое интересное что я в принципе не готов менять на нем кукурузу ну поворачивать ножи мне кажется лично нормально но с другой стороны давайте попробуем поменять и посмотреть насколько вообще все изменится для меня у меня вот сейчас есть понятие гладкости доски сейчас я поменяю ножи и посмотрю насколько эта гладкость изменится погнали но в двух словах дать он означает самое главное надо отключить вас фуганок от сети снять приспособление в данном случае я просто поворачиваю и отогнать параллельный упор подальше чтобы иметь так что его поставить наверно придется вообще снять совсем снимать не пришлось вот так просто отодвинул чтобы иметь доступ к ножам ну теперь давайте смотрим поближе так вот перед нами вал кукуруза то есть ножи стоят по спирали и каждый нож имеет форму квадратика с каждой из каждой сторон которого заточена что мы сделаем с вами мы отметим вот эту сторону которая уже у нас отработано зачем мы делаем ну что просто не перепутся вот теперь начинается интересный момент первое что меня интересует с каким усилием затянут этот вид этого нигде не написано и поэтому мы попробуем сейчас все это затянут конечно нормально но не сказать что уж там совсем вот ослабляю винт не знаю может быть перевернется прям так вот принципе все перевернулось я брал еще шайбу шайбу говорю зубную щетку думал почистить может быть но пока вроде обходится и так вот в принципе вот и вся задача выполнена давайте еще разок попробуем то есть мы ослабляем винт который прижимает пластину пластину к валу все усилие такой прилично ослабили его поднимаем нож переворачивая и затягиваем заново у меня 40 ножей на валу думаю что в принципе справимся кстати вот инструмент у меня вера я про него кино снимал арсенал мастера подарил на какой-то праздник великий вот классный инструмент в нем есть все что надо ну ладно давайте еще раз но ускоренные съемочки быстренько прокрутим и продолжим говорят заставить дурака богу молиться он и лоб расшибет да то есть вот видите один один ножичек сломался вот отсюда сейчас попробуем взять от паверматика запаску как он открывается вот у меня есть ножи от паверматика причем они какие-то разные я боюсь что как бы нет наверно не подойдет нет один в один что паверматика что бумаж значит что хочу сказать аккуратнее с приложением силы надо бы конечно динамометрический ключ еще бы узнать бы насколько нужно тут сеть затягивать дело ну вот так вот тихонько значит на второй линейке у меня сломался второй нож еще один я понял что я что-то делаю не так и что я решил вот замене четвертой линейки у меня появилась окончательная ясность технологий ну то есть первое что мы делаем отмечаем все-таки край на каждой из них есть отметочка ну метка на самом ноже но проблема в чем если мы будем по этим меткам ориентироваться мы не узнаем какую линейку мы поменяли у нас всего там четыре линейки и как это определить неизвестно будет дальше берем и ослабляем все винты это удобнее делаться все-таки вороточком как выяснилось затягивать воротком лучше не стоит потому что определить усилия невозможно сейчас я взбернул просто сервису мужиков взял динамометрический динамометрический но он к сожалению не подошел моей головки вот не знаете что с этим делать ну бошь на то есть ослабляем все винты на линейке ослабили затем головку в шуруповерт на моем шуруповерте я ставлю 10 не знаю как на вашем сколько там на вашем будет чистить теоретически я определю эту цифру то есть я заворачиваю выворачиваю примерно ориентироваться на усилие выворачиваем винт зачищаем и нож и посадочное гнездо тут немножко стружки есть но вот есть например кто-то работает с хвоей тут наверно будет пипец просто и теперь пользуясь динамометром шуруповерта фиксируем все это на месте и так продолжать 10 раз в маленьком случае а в вашем случае может продолжаться и побольше сурсами я теперь думаю про замену на рейсмусе там их 96 здесь 40 там 96 но с другой стороны знаете как глаза боятся руки делают как обычно да еще разок то есть пользуясь трещоткой шуруповерта мы фиксируем их до определенного момента крутящего ну что все теперь стоит на своих местах все ножки на месте попробуем прогнать досочку знаете вот сейчас строгал ощущение конечно другие звук другой чуть-чуть да но вот какой-то разница большой глобальной в чистоте доски я не заметил то есть конечно ножи острее но что-то мне подсказывает то есть полгодика можно было построгать на старых вот прежде чем делать выводы о сегодняшнем видео я хочу похвастаться успехами своего ученика вот в пятницу ко мне заехал сергей мой ученик он такой долгий у меня был самый он средний я самый долгий ученик я дольше всех делал стол но как бы у него там были обстоятельства он поэтому как бы там туда-сюда делался но сейчас он окончательно порвалась прошлым своим занятием он просто на такой достаточно очень высокого уровня бизнесмен был и занимается столяркой то есть он сейчас столярит вот в нем мастерская небольшая в два раза меньше чем меня но а его местоположение вот этого дома с мастерской она прям вот как у меня в книге бизнес столярки прописано то есть где все это должно быть он располагается в элитном нашем коттеджном поселке и в общем там у него все хорошо с клиентом каком плане то есть у людей сейчас есть проблемы вот как я вот делал просто шкаф свой вот этот вот так и у него получается что дизайнеры как говорят вам надо сюда винный шкаф то есть вот есть там то есть каталог винных шкафов каталог есть а шкафов нет потому что италия нам эти шкафы не поставляет но поскольку нет шкафов ей зато руки которые могут их сделать и вот сергеево сделал . похвастался мне вот я в нем против фотографий чтобы показать вот сейчас вот вам показываю то есть дубовый шпон с госпитта может быть латунью на фасаде там ведь холодильничек там куча всяких разных полочек подстаканчики под бутылочки но по большому счету ну то есть это как бы не такой уж и сложный столярный проект вопрос в том сколько денег он за него взял один день как определяется то есть у них есть каталог итальянский вот этот итальянский шкаф он стоил там 400 я не помню мне показывал но цифра такая но ближе к 500 много еды столько и дел то есть ближе к 500 вот этот шкаф это ближе к 500 тысяч и вот у меня будет рассказывать после этого что как бы обучение у меня и там например течение моих книг она как бы бесполезно ну вот я не знаю ребят вот вам живой пример ну ладно теперь давайте возвращаем куруте ну что пришло время сделать вывод до какой-то вот смотрите первое всегда надо как-то технологическую схему какой-то вырубить для себя и по ней работать с дурью можно как бы и болт сломать как бы а здесь получается что но сломать до нас и на паверматике и на белмаш одинаковая но на паверматике они немножко другие белмаш полированная на поле паверматике какие-то какие-то не полированы короче они и неизвестно какие из них крепче потому что уж паверматике ножи я вышла сломать не смог значит третье если вы собираетесь применять нажим на куруде купить сразу пар тройку запасных на всякий случай ну и 4 неплохо блок конечно нам метрических ключ бы иметь и знать точное усилия с которым нужно затягивать вот эти вот винты но это как вот ну во первых откуда его взять возможно где-то в инструкции она написана я учусь не помню чтобы она там было вообще во вторых как бы и паверматику тоже идут отвертки просто там отвертка обычно то есть как бы ей нужно крутить то есть они видимо имеют ввиду что ты как бы не крутил вин нож не сломать одесса весь видеть получается сломать и замена ножей через четыре с половиной года принципе наверное оправданно но вот какой-то сильный большой разницы я не вижу между старыми ножами и новыми я слышу звук с которым они связали то есть звук другой то есть немножко по-другому режет то есть видимо там все это почище но вот сказать так что вот я вам проглажу доску и вот что-то другое я не могу сказать то есть можно было я думаешь полгодика построгать смело на этом нами все до свидания страна с вами был юрий бажан а